Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я все время одна, люди меня не ценят и никуда с собой не зовут. То есть вы все время одна, говорит о том, что вы находитесь в конфликте с собой. Что-то в вас ламбозно. То есть вас не ценят люди и никуда с собой не зовут, говорит о том, что в общем и целом они чувствуют, что у вас этот самый конфликт. Они чувствуют, что вы чересчур транслируете им что-то, что им не нравится. Это нормально. Вы можете транслировать то, что им не нравится. Вопрос только в том, понимаете ли вы, что вы транслируете, и хотите ли вы это транслировать в данный момент. И если не хотите, то а что хотите. Я страдаю из вечного чувства одиночества. Самый частый вопрос на голове, что со мной не так. Вопрос одиночества, как я уже сказал, это вопрос боли перед столкновением с чем-то внутри себя. Непринятие. И здесь вопрос, что со мной не так, неуместно. О себе. О себе. Окружающие считают меня умным, начисленным человеком. Добрым, серьезным, ответственным, готовым всегда найти выход из ситуации и прийти на помощь. Амбициозным лидером и просто хорошим человеком. Это не о себе. Это то, что про вас думают люди. Это не о себе. Вы просто взяли и перечислили то, что вы слышали про себя от других людей. Это не о себе. Плюс ко всему, спасибо родителям, обладаю модельной внешностью. А вот это проблема. Нет, не сама модельная внешность, а ваше отношение к ней. То есть, человек может гордиться своей внешностью. Человек может ее использовать для достижения своих целей. Это нормально. Но человек может ее истыдиться. Человек может считать себя ее недостойной. Ведь что такое мобильная внешность? Мобильная. Это значит, что внешность модели? Это такое мобиль. В данном случае, я хотел бы сказать, что модель, производная от слова «мода». То есть, модельная внешность – это обладание внешностью, которая сейчас модна. То есть, вы, в силу своей внешности, привлекательны для большого количества людей, потому что у вас модная внешность. Просто по умолчанию. И здесь очень трудно относиться к этому спокойно. Потому что, я повторюсь, либо вы можете это использовать и идти к своим целям, либо вы можете этого стыдиться. Я студентка третьего курса, мне всего девятнадцать. Ух ты, вы молодец, на третьем курсе вам всего девятнадцать лет? Круто. Однако, как бы громко это ни звучало, я куда старше своих лет. Смотрите. Я вам открою небольшой секрет. Я вам открою секрет того, как человек может чувствовать себя старше своих лет. Человек может чувствовать себя старше своих лет тогда, когда у него развито довольно сильно родительское эго-состояние. Что такое родительское эго-состояние? Это когда я говорю Я должна Я говорю Я должна Это сделать. Например. Я должна Я должна Так поступить Например. Я должна Так тебя повести Как вы понимаете, здесь Не задается вопрос Относительно того Как же я Хочу Хочу то я как, а вот как я хочу, в лучшем случае, я прячу, в худшем случае, в худшем, я это проявляю. Потому что нельзя проявлять то как я хочу. Если, вообще говоря, мы будем несколько утрировать сейчас, то я бы сказал, что одиночество Одиночество это когда я не делаю того, что хочу. Одиночество это когда я не проявляю себя так как хочу. Вот это и есть одиночество. Одиночество это когда я не люблю себя за то как я хочу. Когда мне кажется, что то как я хочу это плохо. Вот тогда-то человек и чувствует, ребят, одинок. Именно такие моменты. Ну, согласитесь, что довольно таки это похоже на раз, судя по описанию. Значит, порой затрудняется описать свое положение в обществе. Но я бы не сказал, что положение в обществе здесь имеет значение. Гораздо важнее то, куда вы идете, к какой цели. Вы же студент, а это значит, что вы учитесь, то есть вы стараетесь овладеть какой-то профессией, потому что вам хочется чем-то заниматься чем и какой целью. Вот это важно. Какую ценность свою вы вкладываете в это занятие, в эту деятельность. С одной стороны, меня все любят, уважают, но ко мне всегда идут за помощью, все знают мой сильный характер. Вот. Ваш сильный характер, вот заметьте, что я сейчас скажу. Сильный характер означает негибкость. Сильный характер означает ригидность психики, ее ригидность, понимаете, ее косность. Вот что такое сильный характер. Сильный характер – это воля, а воля – это космос. Психики. Я причем не говорю здесь, что это плохо. Я просто говорю, смотрите. 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 Нередко в компаниях я душа, даже авторитет. И, судя по всему, вам это нравится. С другой – меня не ценят, никогда не зовут гулять, забывают обо мне, не пишут и т.д. Я могу предположить, что с вашими амбициями, с вашей внешностью, люди в первую очередь чувствуют амбициозность. Я думаю, что вы свои желания за счет сильного характера преподносите как амбициозность. Возможно, вам сложно просить. Именно просить. Именно быть в уязвимой позиции. Люди воспринимают ваше желание как амбициозность и это отталкивает их. Мне кажется, я скучна или просто меня все боятся. Я не угрожаю, может просто этот образ сильный и независимый. Так вы можете его поменять. У меня огромное круг общения сотни людей. Я не знаю тех, кто бы выражал недовольство, кто бы говорил обо мне что-то плохое. Это оборотная сторона восхищения. Когда чем-то восхищаются, этим хочется восхищаться, но не взаимодействовать. Возможно, когда меня обсуждают за спиной, это звучит так. Она хорошая, умная, красивая, ну и все об этом. Да, возможно. Но, возможно, звучит и другое. Только ничто из того созвучит не раскрывает вас как личность. Задумываюсь, будь я стервой, мне бы охотнее принимали. Да, вас бы принимали охотнее, потому что это была бы искренность, это была бы честность. Это, кстати, тоже некая косность характера. Некая ригидность его, да, психическая. Но она более искренняя. Например, я ознакомлюсь с людьми, мы общаемся все отлично, все последующие встречи тоже будут замечательными. Возможно, играют в научтивость, вежливость, толерантность и одессу а-ля по Дейлу Корнеги. Ну, во-первых, Дейл Корнеги не пример для подражания, если вы изучали эту тему. Дейл Корнеги – это манипулятор, поэтому получается, что вы общаетесь с людьми посредством манипуляции. Это не очень хорошо. И дальше, вот дальше. Внимание, то, что я хотел вам сказать. Вы говорите, играет моя учтивость, вежливость и толерантность. Учтивость, вежливость и толерантность, если они являются проявлениями силы характера, то это, по сути, ложь. По сути, это высокомерие. Ну и самое главное, что за этим вы прячете себя настоящую, потому что, как бы, далеко не всегда хочется быть вежливым, далеко не всегда хочется быть учтивым. Ну, а слово толерантность я бы здесь заменил на слово терпимость. Мы можем быть к чему-то терпимы, а можем нет. Толерантность – это когда я заставляю себя мириться с тем, что мне не нравится. Поэтому, по сути, здесь вы играете в самообман. Точно так же, как самообман играет манипулятор. Но эти люди мне не напишут и не позволят гулять. Да, потому что общение с вами слишком структурировано, слишком рафинировано. Возможно. В нем чувствуется амбициозность, в нем чувствуется какая-то претензия, если угодно, но в нем не чувствуется человечность. Да, в нем есть вежливость, в нем есть учтивость, в нем есть внимательность, в нем есть интересность. Но человечность, человечность, вероятно, люди не ощущают. Опять же, почему? Потому что вы, ну, не можете быть настоящими. А настоящие вы разные. Вы именно разная настоящая. Разная. В разные промежутки времени. Может я складываю ощущение человека, которому нет дела для других? Нет, вы не складываете такое впечатление. Вы складываете впечатление человека, которому есть дело для других. Только какое это дело? Вот в чем вопрос. Часто слышу сразу, когда тебя увидел, думал, ты высокомерная, оказывается настолько простая, свой человек. Высокомерие здесь может означать опять же чрезмерное напряжение. Высокомерными людьми часто называют людей, которые напряжены. То есть они, у них подзяты губы, у них сосредоточен взгляд, может быть, немножко намочен лоб. Вот. Или это вот, как бы взгляд с высока. Вот. Это защита. В большом счёт. То есть вы хотите от чего-то защититься. И это нормально. Вы хотите защитить себя настоящего. Чтобы вас, не дай бог, не увидел кто-то настоящий. Откуда вы скамели? Вы прячетесь. И даже после таких фраз, люди не идут на контакт со мной первыми. А вот здесь уже у вас идёт некое требование к людям. Что ты должен идти со мной на контакт первым. Ну, человек может дойти на контакт первым, а может нет. Вам что важнее, человек, или чтобы он пошёл первым на контакт. Понимаете? То есть здесь противоречие. Вы говорите, что мне хочется там найти свою компанию и так далее. При этом вы говорите, хочу, чтоб мне послали первыми. Так вам люди нужны? Или вам нужно что-то доказать? Мне остается только видеть общие фотографии людей в соцсетях. И грустно думать, почему меня не позвали гулять. Я же со всеми знакома, со всеми лажей. Несколько раз мы всей толпой на фото даже проводили совместно время. Ну, что я могу здесь сказать. Ладить со всеми, кстати говоря, хорошее качество для дипломата. Если вы дипломат. Ладить со всеми не по работе. В своё личное время не нужно. Высказывать своё откровенное, может быть, жёсткое недовольство, или предпочтение, или мнение, которое может не понравиться кому-то. Без учтивости, толерантности и вежливости. Если вам так хочется. Это истинное проявление терпимости. Потому что в первую очередь терпимой вам нужно быть к себе. А к себе вы не терпимы. Себя вы подавляете. Дальше. Моё поведение в компании часто зависит от самих людей. Это говорит о вашей созависимости от этих людей, как сказал мой коллега. То есть вы не следуете своим векторам поведения. А больше опираетесь, углядываетесь на других людей. То есть действуете как бы для них. С одними я не замолкаю. Вечно веселый народ придумываю идеи. Всё внимание возродотачиваю на себе. С другими я тихо сяду в углу. И буду наблюдать, анализировать. На всё будет отвечать. Кромно даже сфера. И смотрите какая штука. С одной стороны. Это нормально. Это нормально. Разные люди требуют разного подхода. Здесь проявляется ваша гибкость. Другой вопрос. Делаете ли вы это произвольно. Сознательно. Является ли это волевым актом. Или это происходит непроизвольно. Вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Во втором варианте это как раз таки созависимость. Когда люди по факту подавляют вас. Влияют на вашу модель поведения. Тем самым сделая вас не свободны. Я куда лучше скажу с людьми один на один. Но почему-то самыми близкими. Мне всегда становятся депрессивные люди. С которыми мы вечерами минуем о жизни. И заливаем слен вином. Я полагаю что депрессивность. Вообще. Ну вообще. Вообще. Вот что такое депрессивность. Ну вот. Так скажем. Ну само по себе. Что такое депрессивность. Депрессивность вообще-то. Это история. Это история про. Депрессивный человек себя обесценивает. Вот что такое депрессивность. То есть депрессивный человек себя обесценивает. Депрессивный человек себя подавляет. Депрессивный человек к себе, ну вот к себе самому, да, относится, мягко говоря, ну я бы сказал, как? Негативно. То есть депрессивный человек себя, себя, именно себя бичует. себя, ну как сказать, критикует. Вот. И это то, чем занимаетесь вы. Я думаю, вы с этим согласны. Ну, я надеюсь, по крайней мере. И именно поэтому с вами остаются те же люди, с которыми, которые чувствуют в вас вот эту вот струнку. Мне это не нравится, само собой, вы же хотите быть другой. А те сейчас нерадостные активисты, как бы мы друг другу не уважали, никогда меня не напечат первыми и не позовут в галерею. Даже если прежде при них я была в первом состоянии в душе компании. Да, они вас не позовут. Для таких людей вы можете быть еще и конкурентом. Это то, на что вы не обращаете внимание, это то, о чем вы не задумываетесь. Но вы можете перетащить внимание других в этом случае на себя. Активистам это не выгодно. К вам тянутся те, кто от вас, вот сейчас скажу такую вещь, да, возможно, не слишком приятную, но тем не менее. К вам тянутся те люди, которые чувствуют, что могут от вас подсредиться. То есть, да, вы, может быть, пока еще депрессивные, как и они, но все равно вы более энергичные, чем они. Вы можете на что-то переключить, ну, переключить свое внимание, да, а они нет. И люди депрессивные часто тянутся к тем, что вот несколько, ну, несколько посильнее, скажем так. Что, на мой взгляд, является нормальным. Дальше. Вообще, заливать тлен вином, как вы говорите, довольно опасное занятие. Я бы здесь сказал бы, что возможно, только возможно, у вас депрессивное состояние или депрессия. Это нужно проверить, это нужно проверить, нужно убедиться в том, что депрессии у вас, например, нет. Для чего я рекомендую вам обратиться к врачу, к психиатру, к клиническому психологу, чтобы исключить вариант депрессии. Если депрессии нет, но есть депрессивное состояние, это корректируется психологом. А депрессия – это болезнь, и ее, как бы, это не было, может быть, печально и грустно, но именно депрессия, если это депрессия, ее нужно, конечно же, лечить. Ее нужно лечить, и лечить ее нужно, ну, вот, медикаментозно. Вот. То есть, это, прямо вот, необходимо делать, причем, это нужно, нужно делать, как можно быстрее. Вот. Потому что, чем больше времени, ну, вы в этом состоянии пребываете, да, тем в известном смысле вам будет тяжелее из этого состояния выходить. А симптомы при этом достаточно у вас тревожны. Дальше. Так. Выходит, человек я социальный, с сотнями знакомых. Друзья тоже имеются, но крайне мало. Ну, вы человек социальный, в смысле, что вы можете поверхностно общаться с любым. В этом смысле, да. Друзей много не бывает, кстати. Но я всегда одна. Ну, давайте подумаем с вами. Что вы вкладываете в это понятие одна всегда? Вы чувствуете себя одной? Вот. Как вы считаете, да, вот, когда человек может чувствовать, вот, именно, именно чувствовать себя, да, одиноко, когда у него есть неразделенность? Одинокий человек – это человек, который чувствует неразделенность. Это человек, который чувствует, что он не может нечто разделить с другим. Понимаете? Какая, какая штука, ну, какая штука. Вот это ключевой момент. Ваше одиночество связано именно с тем, что вы не можете разделить что-то, что вам бы очень хотелось. Конечно, вопрос заключается в том, что вам хотелось бы разделить. Это очень важный момент. Возможно, возможно, вы и сами не понимаете этого до конца. Пока еще. Дальше. Порой это чувство одиночества меня согревает, я меня взгождаю. Ну, это такое мазохистское чувство. Знакомо. Проходило. Лучше одной, чем с кем попало. Ну, это позиция, знаете, довольно обесценивающая по отношению к людям. Ведь не бывает такого, что почувствовался тот человек, кто попал. Любой человек представляет ценность. С любым человеком можно хорошо провести время. Но для этого с любым человеком нужно и быть искренним. Если хочется, конечно. Мне нужно общество, мне нужна компания, иначе я чувствую себя несчастным. Ну, так это история про то, что вы себя не принимаете. Вот я иду одна по городу, радуюсь, что я одна. Никто мне не мешает. Ведь рядом нет как внутрь, так и ненужных людей. Но такие проливы сейчас все временно. Вот разобрать бы, что предшествовало этим периодам. Или что вызывает у вас это ощущение. Я думаю, что это у вас вызывает ощущение, когда вы чувствуете себя. А потом вы начинаете думать о том, какой вы должна быть. Пока не надо компания, друзей, я счастливой не буду. Ну, это означает, что вы будете зависимы. Мужчины, они западают на мою внешность. Возможно, если у вас модно внешность. Но после одного-двух общений куда-то просто пропадало. Чувствую амбицию. Может, у меня надо было написано, что человек, я серьезный, требую серьезных отношений. Да, если вы действуете как та самая сильная, независимая личность, то да, да. Хотя это совсем не так, мне хочется лишь немного тепла. Окей, а как вы говорите об этом? Как вы говорите о том, что вам хочется тепла? Как вы понимаете, что вам хочется тепла? Вот. Вследствие чего вам хочется тепла? Но это уже более глубокий вопрос. Как вы об этом говорите? Что вам хочется тепла? В то же время, нередко я становлюсь отличным другом для Барния, кто меня принимает за своего брата и с самого начала не имел на меня вида как на красивую куклу. Я думаю, что в своей внешности вы все-таки стыдитесь. Потому что нет корреляции между тем, чтобы иметь на вас вида как на красивую куклу и тем, чтобы с вами дружить. Это не обязательно исключение. Но вы, противопоставляя это, по сути демонстрируете стыд. Вы демонстрируете стыд перед своей внешностью. Я или знакомый, или друг. Да, потому что вы сами держите людей на расстоянии. Когда какие-то отношения случаются, мне кажется, все заканчивается от моего неумения пилить мозги в отношениях. Я спокойный и заботливый человек, который дает свободу и ему и себе. Возможно. Только не всегда ведь хочется заботиться. Не всегда ведь хочется давать свободу. Ну, давайте признаем честно. Но не всегда. Вероятно, вы так и делаете. Хотя это нужно еще проанализировать. Вы, вероятно, так и делаете. Но. Как вы это делаете? Это можно делать из разных позиций. Можно делать из позиции родителя. Заботливого такого родителя. Для которого это обязанность. И единственно правильный вариант. Но можно и по-другому. Искренне. Дальше. А от меня уходит к каким-то истеричкам. Истерички в данном случае. Очевидно. Более. Более живые. Более эгоистично. Возможно. Вы ведь боитесь своего собственного эгоизма. Как-то я устал задаваться вопросом, что со мной не так. С вами все в порядке. Почему общество меня уважает, но не ценит? Это хороший вопрос. Общество нас уважает, потому что вы идеальный винтик в нем. Ну, в обществе я имею ввиду. Вы идеальный винтик в этом обществе. А не ценит. Не ценит, потому что вы не цените себя. Сами. Потому что вас в обществе не ценят. Здесь. Вот понимаете. До бодру. Здесь. Да. Более. Все банально. Ну, на мой взгляд. И я могу восхититься в известной степени тем, как точно вы задаете вопрос. Понимаете, да? Дальше. Неужели я настолько скучный, что от меня сбегают? Нет. Я верю, что вы не в скуке. Во мне нет ничего от женщины, что мужчина воспринимает меня или как друга, или как мясо? Вероятно, есть. Но проявляете ли вы? Будь я страшный, страшный, стервый и тупой, имел бы больший успех? Возможно. Потому что многие вещи происходят от высокого интеллекта. Негативные. Интеллект подавляет человека частенько. Как все это решить? Как измениться? Психотерапия? Психотерапия. Вам можно и нужно пойти на психотерапию и начать работать с психологом регулярно. Спасибо вам за это, что выделили много времени и прочли это. Для меня это даже просто хорошая возможность выговориться. что-то, что для вас важно и чувство одиночества отходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!